Большое спасибо. Большое спасибо вам всем и Первоуральску за гостеприимство. У меня сегодня был замечательный день. Я посетил Первоуральский новотрудный завод и пообщался с представителями городской администрации. Для меня было действительно интересно и удивительно взглянуть на ту Россию, которая находится за пределами Москвы. Ну и сейчас я буду рад ответить на все ваши вопросы, если у меня есть такая информация. Большое спасибо за ваш вопрос. Действительно, я сегодня посетил Первоуральский новотрудный завод. Этот визит был очень удивлен. Удивительный, замечательный совершенно. Я, к сожалению, не часто посещаю промышленные предприятия в России. И для меня действительно было удивительно увидеть всю вот эту промышленность в том виде, в котором она действительно здесь существует. Вообще, на самом деле, я из промышленной части Соединенных Штатов Америки. И более того, я могу сказать, что я металлург в трех поколениях. Мой отец, дед и прадед, все они были металлургами. Поэтому именно эти вопросы для меня представляли особый интерес. Что касается экологических вопросов, то сегодня по итогам посещения предприятий и нашей дискуссии с представителями городской администрации, для меня я уснил для себя очень важную вещь. Предприятия и город сотрудничают в области поиска решений для экологических проблем. Такое же сотрудничество реализуется и в моей стране. И мне кажется, это очень важно. О каких-то проблемах именно в России, в Перму-Уральске Вы узнали, общаясь с администрацией? То есть, может быть, касается не заводов, а вообще в принципе каких-то экологических проблем? Я нахожусь в России всего еще 4 месяца, но за это время я уже успел провести ряд встреч с экспертами в области экологии, с представителями промышленных предприятий, а также, конечно же, с представителями официальных государственных структур. Я уже успел получить какую-то информацию, узнать об основных экологических проблемах России на сегодняшний день. На данный момент на федеральном уровне у нас идет очень активное обсуждение сотрудничества в области экологии с российскими государственными структурами, с российской властью. Ну вот, в частности, на прошлой неделе у нас было собрание рабочей группы, сотрудничество под эгидой рабочей группы двусторонней президентской комиссии. Ну, мы обсуждали ряд вопросов, включая, например, защиту лесов, а также совместную деятельность в области быстро распадающихся газов. Ну, это вопрос об глобальном изменении климата. За то короткое время, которое я находился на территории России, сейчас я приятно удивлен уровнем и глубиной сотрудничества России и Соединенных Штатов в области экологии. Так вот, что меня поразило, это уровень вовлеченности населения Первоуральска в решение экологических проблем. И этот уровень действительно достойен восхищения. Госдепартамент – это бюрократическая структура. Мы понимаем, что она может быть эффективной, но она может быть намного более эффективной при поддержке населения, при заинтересованности людей. Как в Соединенных Штатах строятся взаимоотношения экологических организаций и промышленных гигантов? Могут ли общественные организации повлиять неким образом на те предприятия, которые видны, что они причиняют большой вред окружающей среде? На самом деле в Соединенных Штатах очень большой опыт подобного диалога между населением, инициативными группами горожан и промышленными предприятиями. И этот диалог достаточно эффективен. Я не могу сказать, что он всегда продуктивен на 100%. Иногда у общественных организаций получается плодотворно работать с промышленными предприятиями, иногда это не получается. Но я могу сказать, что он всегда нужен и всегда важен. И еще могу сказать, что за последние 40 лет моя страна стала в большей степени ориентирована на людей. Экологически, климат-социально она стала больше ориентирована на простых жителей. Я вижу, что сейчас подобная работа, подобные инициативы исходят от горожан здесь, в частности, в Первой Уральске. С американской делегацией было ровно 40 минут. Посещение новотрубного завода проходило без участия администрации. Я надеюсь, что у американской делегации остались позитивные впечатления от нашего города, несмотря на непогоду. Во всяком случае, при разговоре здесь, в администрации, без присутствия прессы, мы обсудили целый ряд вопросов, связанных с влиянием общественных организаций на работу экологическую в городе, на работу промышленных предприятий. Кое-чем, я думаю, что заинтересовали американских коллег. Ну и я считаю, что мы озвучили, донесли ряд моментов в позицию администрации горожан, связанных с ситуацией вокруг новотрубного завода. Безусловно, любое общение, обмен опытом, попытка понять, что делается в этом вопросе в другой стране, это очень интересно. Спасибо. Спасибо.